В заседании объявлен перерыв. Я в шоке, если честно, некоторые судьи конституционного суда ведут себя похлеще членов национального объединения ЛАПИ. Очень тяжело приходится нашим девчонкам. Они бьются, конечно, но их просто закидали вопросами, причем абсолютно не относящимися вообще к делу. И вспоминать выборы президента России, закрытые, которые проходили в 2018 году, и как-то перебивать их к этому делу, ну это вообще понимание. Я ожидала более высокого уровня от судей конституционного суда. Членки абсолютно одни перед всей системой. Ни одна из партий Сейма представлена в парламенте не пришла. Те, которые пытались подать иск, но не был принят, потому как не был качественно составлен, вообще ретировались. И теперь как бы делают вид, что это вообще даже инструмент ненужной защиты прав людей. И я правда надеялась, что здесь будет больше про право говорить. Но здесь тоже очень много политики, очень много личных каких-то мнений, опять-таки страхов. Хотя вопрос абсолютно, ну, мне кажется, простой юридической плоскости. Люди жили здесь, у них были права, они абсолютно интегрированы в это общество. Люди, бабушки, дедушки, родители живущих в Латвии, людей, граждан Латвии или многим. И просто взять их и в один день решить каких-то прав в Латвии, какие-то требования. Ну, это очень-очень неправомерно. Но, к сожалению, приходится по крупицам собирать, доказывать. И очень тяжело идет. Там, ну, очень. Кто может смотреть записи и трансляции этих заседаний, вы просто прочувствуете, насколько, насколько недружественный дух здесь царит. Но все равно, если кто смотрел недавно фильм, вот этот золотой глобус, который нахватал OpenGamer, вот я очень надеюсь, что будет примерно такой же исход, где, да, было тяжело, да, было прямо вот на пределе возможностей, но в итоге справедливость побеждает. Но надеется, что здесь так же будет.